Киевский режим продолжает подготовку к масштабно-ступательным действиям, полностью игнорируя взятые на себя обязательства перед международным сообществом. Несмотря на усиление контроля со стороны миссии ОБСЕ и лично заместителя главы миссии Александра Хука, украинские военные преступники продолжают прицельные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики. За прошедшие сутки украинские каратели 26 раз нарушили режим прекращения огня. Артиллерийским ударом подверглись населенные пункты Старомихайловка, Октябрь, Горловка, Белая Каменка, Стыло, Спартак, Новоласпа, Куйбышский, Петровский районы и аэропорт города Донецка. По территории республики было выпущено 40 артиллерийских и реактивных снарядов, 38 мин калибром 82 и 120 мм, 15 танковых снарядов. В результате прицельных обстрелов украинских палачей ранения получили двое мирных жителей республики. Командование вооруженных сил Украины использует затище, завершило перегруппировку войск и продолжает готовиться к наступлению в исходных районах. Разведка вооруженных сил Донецкой Народной Республики зафиксирована. В районе Трудовское, отли réseночения сторон 13 км, сосредоточение вооружения военной техники САУ, танки, БМП и личный состав Вооруженных сил Украины. Южнее Васильевка, сосредоточение вооружения военной техники, танки, БМП, САУ, личный состав Вооруженных сил Украины. Западный, населенный пункт Гранитное, от линии разноречения сторон 500 метров Сострадеточение на территории карьера вооружения и военной техники БМ-21 «Град» и бронетанковой техники Восточная Кирилловка, в 12 километрах от линии разноречения сторон Вдоль дороги и в районе лесополосы установлено местонахождение полевых лагерей и парка бронетанковой техники САУ, танки, БМП, автомобильная техника Западный, населенный пункт Заможное, на территории бывшего пионерского лагеря Базы полка АЗОВ и батальона Донбасс, Национальная гвардия Украины Юго-Западный, населенный пункт Заможное, аэродром сельскохозяйственной авиации переоборудован под базу боевых вертолетов На северной окраине Гнутова, 8 километров от линии разноречения сторон Установлено местонахождение до двух огневых взводов 122-мм Д-30 8 единиц Рапиры 100-мм орудий 6 единиц До танковой роты порядка 12 единиц танков До двух огневых взводов Д-30 8 единиц И МТ Рапира 6 единиц Кроме того, противник принуждает местное население в Троицком и Новогородском соблюдать мероприятия светомаскировки Чтобы не раскрывать положение подразделения карателей непосредственно в населенном пункте Населенный пункт Желанной, Евгеновка, Розовка, Новопокровская, Новоселовка-1, Сухая Балка Противник устанавливает ложные макеты боевых единиц техники и артиллерии С целью ввести нас в заблуждение Но противник не удастся нас обмануть Замыслы украинского командования раскрыты Положения группировок войск и вооружения карателей известны Благодаря настоящим украинским патриотам Они, как и многие другие военнослужащие вооруженных сил Украины Осознали угрозу безопасности жизни жителей Украины И не желают выполнять преступные приказы Порошенко Несмотря на готовность киевского режима развязать войну После дня независимости Используя спланированные своими спецслужбами Резонансные провокации для оправдания агрессии и геноцида народа Донбасса Армия ДНР готова к немедленным реакциям Эффективного отражения ударов противника И возмездию карателям за жертвы жителей Донбасса Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова